Здравствуйте! Сегодня мы с вами нарисуем море. Прекрасное и красивое море. Не одну волну, а несколько. То, как мы обычно видим, когда выезжаем куда-либо. По классике мы делаем рисунок и под малю. Стараемся попасть примерно в цвет, наметить его, то, какой он должен быть. И также легко заполняем полностью всю работу краской. Показывая сразу же, где будет свечение и какие примерно оттенки. Мы должны почувствовать это состояние не одной волны, а целого моря, целого океана. То, как ветер заставляет двигаться его. То, какие цвета и оттенки играют между собою, взаимодействуют и усложняются по глади воды. Сама вода имеет синий оттенок, но при этом в ней жизнь добавляют зеленые и красные оттенки. И ближе к берегу виднеется песочек сквозь эту воду. И также все заполняется теплым оттенком солнца. Не везде, но его иногда можно почувствовать, как он сверху ласкается с водой. И вот это состояние мы должны постараться передать. Передать, насколько мы можем. Насколько мы чувствуем его. Чтобы когда мы закончили работу, словно видео поставили на паузу. Словно жизнь остановилась в эту секунду. Вот-вот и эти волны пойдут. Вот-вот и мы увидим завершение каждой из этих волн. И начало новых волн. Задний план мы делаем более темным и более холодным. Он уходит туда. Тем самым более теплыми оттенками зеленого мы вытаскиваем его вперед. Также не забываем то, что все брызги задних волн также будут более тусклые, чем на переднем плане. Мы словно в театре. Где есть сцена. Где есть задний и передний план. Где есть первые и вторые актеры. Здесь примерно так же. Мы должны показать пространство. Мы должны показать целую постановку. Одной работой. Мы должны пропустить через самого себя. То, как мы ощущаем. То, с каким мы настроением настроены рисовать. Мы должны это все показать. Тогда работа будет очень честной. Конечно, мы должны помнить, да? Потому что блики самые передние, которые стоят на первом плане, они будут самыми яркими. Даже как и брызги. Они будут ярче, чем те, которые у нас на заднем плане. И потихоньку мы будем выводить. И так же мы должны помнить о самой фактуре воды. То, какое у нее состояние. И какая легкая голодь. Словно зеркальная. Вода отражает все вокруг. При этом показывая, преображая через себя. Так и мы должны отразить через самого себя эту воду. И показать то, как мы ее видим. То, как мы ее ощущаем. Подобиться самой воде. Научиться у нее изображать ее. Наверное, это звучит по-своему странно. Но так и есть. Мы должны, так же, как вода отражает все вокруг, так же отразить ее в своей работе. Почувствовать, передать ощущение своей души. Своего маленького ребенка, который внутри каждого из нас. Усложняет цвета, пропускает. И то, как мы даем мозог. И то, какие цвета мы используем. Это все говорит о нас. И о том, как мы видим эту воду. Это все говорит о нашем настроении. О наших мыслях. И то, как мы можем чувствовать. И не забываем дорабатывать детали. То есть, мы построили дом. Потихоньку его оформляем. То есть, добавляем декор. Добавляем детали. Те детали, которые заставляют жить. Если мы сделаем просто голые стены. С отверстием для окон. И пусть там стоит стол. Дом не живет. Мы подумаем, что он недостроен. Что в нем нет души. Мы не сможем там жить. Но если только человек начнет там жить. И что-нибудь повесит. Что-нибудь от себя добавит. А еще время пройдет. Где-то трещины появятся. Все. Дом живой. И мы его чувствуем. Он уже теплый. Так же и тут. Мы должны добавлять детальки. Которые характеризуют эту воду. На ней есть своя душа. И свой характер. В нашей работе. Мы должны это показать. Поделиться своей душой. И показать. То, что мы чувствуем через эту воду. Не забываем про пену. Про брызги. Про то, как вылетает вода. То, как она живет. И то, как она играется. Она играется со всем. Она играется с воздухом. Она играется с солнцем. Она играется с нами. Когда мы видим ее. Она не стоит на месте. Она подобляется жизни. Она подобляется времени. Она все время меняется. И при этом остается неизменной. Она в себя вбирает все. Но, опять же, остается неизменной. И при этом мы можем прочувствовать. То, какая она. И вот это мы должны показать своей работе. И тем самым сделать ее настоящей. Такая работа проживет не один год. Она будет радовать глаз. И притягивать других людей. Потому что она не сделана бездушно. Она не распечатана просто. Нет. Она пропущена через нашу душу. Через наше восприятие. И показана всем остальным. То, как мы чувствуем. И то состояние, в котором мы писали эту фон. Утемняем некоторые детали. И некоторые, наоборот, осветляем. Убираем на задний фон нужные нам детали. Чтобы они были вязать. То есть мы должны проходить сквозь холст. И работать там. Далеко. Внутри холста. Внутри этого мира. Добавляем легкие отражения и рефлексы. Не забываем о зеркальности самой воды. Стараемся вытащить потихоньку передний план. Чтобы он прям вытекал на нас. Чтобы мы могли чувствовать этот запах моря. Ветер. Который гонит эти волны. Чтобы мы чувствовали запах самого моря. Некоторые состояния нирваны. Пока пишем эту работу. Мы должны по-своему отравиться от всего. В данный момент, пока ее рисуем. Пишем. Мы должны погрузиться в нее внутрь. И работать там. В этом мире. Добавляя детали, мы добавляем и их характер. То, за что можно отличить ее от других. То, что не каждый увидит, но каждый почувствует. Надо только заметить. Да не просто здесь волна одна, а там другая. Нет. Можно написать одну и ту же волну. Но они будут две разные волны. Они написаны в разных состояниях души. В разном настроении. И добавив последние детали. Не будем мучить хвост. Потихоньку завершаем работу. Спасибо вам большое за просмотр. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.